Субтитры создавал DimaTorzok Предлагает сторонам Россия Азербайджан целиком и полностью за А вот Армения воспринимает происходящее как катастрофу В советское время границы союзных республик не обозначались на местности И пользуясь этим, Армения планомерно продвигала свои села Поля, пастбища на территорию Азербайджана Подобное происходило в советский период на всем протяжении границы От Казаха до Зангелана Этот процесс получил существенное ускорение в последние 30 лет На фоне конфликта и оккупации Армении и азербайджанских земель Вспомним, какой шум поднялся вокруг появления азербайджанских таможенных и пограничных КПП На стратегической армянской трассе Гафанги-Рус Но каким образом стратегическая дорога Армении оказалась на территории Азербайджана? Как же так получилось, что установленные армянскими предпринимателями ветрогенераторы Оказались на территории Азербайджана? Как случилось, что в нескольких деревнях десятки домов оказались на азербайджанской территории? Ответить на этот вопрос очень просто В Армении строили дома, электростанции, прокладывали дороги И пребывали в полной уверенности, что возвращать земли законным хозяевам не придется Отсюда возникает вопрос Что армянская сторона будет делать, когда в процессе грядущей делимитации Ситуация, аналогичная той, что случилось на трассе Гафанги-Рус Возникнет и на других участках армяно-азербайджанской границы Ведь когда стартует процесс делимитации Все незаконно приобретенное придется отдавать Азербайджану Поэтому армянская сторона будет цепляться И уже цепляется за любую возможность, чтобы затянуть этот процесс Так, 27 октября Никол Пашинян заявил Территория Армении не изменилась Другой вопрос, что для внесения четкости Есть необходимость в проведении процесса делимитации и демаркации границы В переводе это звучит так Вот пусть все соберутся и закрепят границу в том виде, как это нравится Армении Еще через несколько дней, 23 ноября Никол Пашинян во время прямого эфира в Фейсбук сказал Сейчас много говорится о картах Но нужно понимать, что карта это всего лишь снимок Картинка, которая без юридического обоснования не имеет никакой ценности Затем Пашинян добавил Мы сегодня с точностью до миллиметра знаем, где проходят границы советской Армении Границы до юры имеющие значение То есть опять-таки подтвердил, Армения сама нарисовала карты и теперь требует от всех с ними согласиться Однако Пашинян никак не может знать с точностью до миллиметра, где проходят границы советской Армении Потому что в то время карты генштаба носили засекреченный характер А для хозяйственных нужд пользовались обыкновенными картами административно-территориального деления К сожалению, понятную и вполне решаемую задачу определения границ по более чем четким картам Армянская сторона пытается увести в сферу казуистики Сейчас должны говорить цифры, а не эмоции Но на деле мы можем столкнуться с затягиванием процесса делимитации и демаркации Ровно по тому же сценарию, который приводился в действие все время переговорного процесса по Карабаху Пашинян, видимо, решил действовать по принципу «день простоять, до ночь продержаться» Но не на передовых позициях, а в кресле премьера И поэтому делает странные заявления и устраивает провокации Пытаясь сорвать процесс постконфликтного урегулирования Тем более, что умирать за это придется другим Однако, как показали итоги встречи в Сочи Избежать делимитации и демаркации границ у Еревана шансов нет Время территориальных подарков на Южном Кавказе ушло безвозвратно